Какие натуральные числа можно представить в виде суммы квадратов двух чисел? В виде суммы квадратов двух чисел. Там, где я упустил, это не потому, что я не догадался, а действительно это число нельзя представить. Вы просто перебором посмотрите, и выяснится, что такого способа действительно просто нет. 10 – это 3 в квадрате плюс 1 в квадрате. 11 – нельзя. 12 – нельзя. Потому что, знаете, я на этом немножко остановлюсь, потому что, для отметки, это приложение журнала «Факты», это наша с вами цель – разобраться в том, какие числа можно, а какие числа нельзя. представить в виде суммы квадратов. Вы видите, что какие-то можно, какие-то нельзя. И, соответственно, можно, конечно, продолжить вычисления дальше, 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 дальше. Но вы будете видеть, что закономерность не очень рассматривается. Оказывается, эта задача становится сразу намного понятнее, если обратить внимание не на все подряд числа, потому что, когда смотришь на все числа подряд, то разобромерность достаточно хитрая, и сразу надо посмотреть уже. А надо посмотреть только на простые числа. Вот такое простое число. Отлично. У которого есть ровно 2 9. Так давайте же вывешиваем все существующие на свете простые числа. Но, поскольку его исконечно много, в какой-то момент все-таки лучше остановиться. 2, 3, 5, 7, 11, 13, что еще? 17, 23, 23, 29, 31. Давайте сюда. 37. 37. Отлично. 41. 41. 43. 43. 47. 57. 53. 51. Нас не делается. 53 годится. 69. 59, да. 61. 61. 67. 67. 71. 71. 73. 79. 79. 81. 81. 81 простое. 83. 83 простое. 89. 89. 87. 97. 97. Ну, ребят, давайте за пределы первой сточек. Я все-таки не пойду. Как только вижу какое число, которое умеет доставлять в весу 2 квадратных, так я прямо сразу пишу 6 квадратных плюс 1 квадратных. Вот это вот, знаете, что такое? Это 3 квадратных плюс 2 квадратных. Вот это 4 квадратных плюс 1 квадратных. Вот это вот, 2 квадратных плюс 1 квадратных. А дальше? А дальше? А дальше без квадратных. Пожалуйста, должна ваша работа. Как только кто-то из вас придумает еще один способ, сразу говорите, я ему записываю. Говорите, говорите. А там нельзя, что повторялось? Что такое повторялось? Как это повторяется? Понимаю вопрос. У нас есть сумма квадратных. Нужно, чтобы получился какой-то ответ. Что-то повторялось. У нас разные. Да, говорите. 7 равно 3 квадратных плюс 1 квадратных. Это неправда. 3 квадратных – это вообще-то 9. 7 – это не 9, кстати. Да, пожалуйста. 41 равняется 5 квадратных плюс 4 квадратных. Ага. 25 плюс 16. Очень хорошо. 29 – это 25 плюс 4. 29 – это 25 плюс 4. Очень хорошо. Удачи. Да, пожалуйста. 31 – это 5 квадратных. Это 25 плюс 6. А 6 – это не квадратные. 61 – это по-вашему 36 плюс 25, да? Так. Хорошо. Догой спросить. — Сумma на 3 – это… Это… — говорите на ней движение, да? 63 – это 6 квадратных плюс 4 квадратных. Так, нельзя, потому что только сумма 2 квадратных. Да. Договорите. Да. А 7 равняется 7 квадратных плюс 4 квадратных. 81 – 16, да? Да. Хорошо. Отлично, господа. 7 в квадрате плюс 2 в квадрате. 8 в квадрате плюс 3 в квадрате. 73 это 64 плюс 9. Ну что, это правда? 89 это 8 в квадрате плюс 4 в квадрате? 64 плюс 25. Так. Можно быстрее, давайте еще. 19 это на 1 в квадрате плюс 1 в квадрате. 9 в квадрате. Это вообще просто 1 в квадрате. Так, ребята, ваша проблема в том, что вы не понимаете, что такое разведение в квадрат. Возвести в квадрат это значит число умножить само на себя. Это значит не на двойку его умножить, а на себя. 9 в квадрате это не 18, а 81. Понимаете, тут еще какая проблема? Если получается, то вы просто говорите какую-то формулу и все. А что делать, когда не получается? Надо перебирать. Что? Только квадраты. Сумма двух квадратов. Да. На самом деле, есть один очень важный признак, который отделяет числа, которые придется предоставить мне сумму в квадрате. От числа, которые в таком виде предоставить не даем. Да, какой? 53 уже написано. Нет, еще раз, кто видит какое-то свойство, которым обладают все непредставимые числа? Можно еще написать? Да, можно еще написать? Да, можно написать. 47 это 6 квадратов из квадрата. 36 плюс 9 это не 47. Господа, еще раз, ищем признак, которым обладают все числа, которые вы не сумели представить. Да. Скорее всего, потому что там а, я могу обратить внимание, что это еще одно простое число. Не то. Не то. Да. Допустим, у меня тройки нет. Да. Тройки нет. А вот здесь любой численно заканчивается на двое или на шестерком числе? Так что это еще? Да, я не могу сказать. Заканчивается на. Вообще, это хорошая идея. Смотреть не на все число, а только на его последнюю цифру. Но, господа, когда вы смотрите на последнюю цифру, это называется, рассматриваем остаток отделения на десять. А интересно, почему вы думаете, что для задачи о сумме двух квадратов интересно именно десять? Было бы очень странно, если бы ответ задачи о сумме двух квадратов зависел бы на самом деле от того, сколько пальцев вас назвало. Число десять – это количество пальцев на руках. Конечно, это возникло биологически. Вам рассказывают биологи о том, как устроена конечность, что там столько костей, там столько и так далее. Но, господа, это чисто конструктивная вещь нашего с вами скелета. Ну, не только нашего с вами. У многих-многих животных также. Но, тем не менее, это число биологическое. Вряд ли ответ в этой задаче может зависеть от числа пять. Вот, от числа два, от числа четыре. Гораздо легче поверить, что ответ зависит. А вот от числа пять вряд. Да. Я вам заметила, что числа, которые мы можем назначить на сто миллионов квадратов, если их поделить на два, то сейчас нам будет нечёт. Ура! Ну, только не их поделить на два, конечно. А вычистить единичку и поделить на два. Правильный ответ. Нет. Все. Он уже сказал ответ. Он уже сказал правильный ответ. Он уже решил задачу. Господа, будьте добры. Проверьте это так для всех этих чисел. Так, три минус один пополам это один. Семь минус один пополам это три. То, что называется меньшая половина числа. Понимаете, да? Вот любое нечётное число имеет вид n плюс n плюс 1. Так вот, это самое n, оно нечётное. Девятнадцать это девять плюс десять. Двадцать три это одиннадцать плюс двенадцать. А здесь наоборот. А здесь, между прочим, у нас четырнадцать плюс двенадцать. Чётное плюс нечётное. Здесь, что такое тридцать один? Это пятнадцать плюс шестнадцать. Вот это двадцать один плюс двадцать три. Ребят, давайте запишем общую формулу таких чисел. К нечётному числу прибавляем следующее чётное. Значит, это число четыре к плюс три. Будьте добры посмотреть, все ли эти числа такие. До тридцати одного я проверю. Здесь у нас 21 плюс 22. Здесь 23 плюс 24. Здесь число на единицу меньше, чем 60, всё замечательно. Число на единицу меньше, чем 68. Всё замечательно. На единицу меньше, чем 72. А 72 делится на 4. На единицу меньше, чем 80. На единицу меньше, чем 84. あの дело в том, что, легко это понять как. Это делящееся на четыре число и минус два. Я теперь должен написать теорию, ну и, разумеется, ее доказать. Первая сумма двух квадратов никогда не дает остаток три определения на четыре. В высшей степени просто доказываемое утверждение. Ну, в самом деле, когда вы берете любой квадрат, то совершенно не проблема посмотреть, какой будет остаток определения на четыре. Давайте я подряд выпишу квадрат. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. И возьму здесь остатки отделения на четыре. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ребята, это все легко. Если вы взяли нечетное 2n плюс 1 и вывели в квадрат, или если вы взяли черное число и вывели в квадрат, то в случае черного получается 4n в квадрат, а значит остаток 0. Пределение на четыре. Пишут это вот так. Сравнимо с нулем по моду 4. А здесь получается 4n в квадрат плюс 4n плюс 1. То есть остаток 1. Пределение на четыре. Вот и все. Значит, когда вы берете сумму двух квадратов, то здесь будет остаток или 0, или 1. И здесь будет остаток 0, или 1. 0 плюс 0 это 0, 0 плюс 1 это 1. 1 плюс 1 это 2. Кстати, по этому причине простое число 2 вполне себе предстоимо. Ну, не в этом числе предстоимо, но нет препятствий, потому что в этом году предстоимо. То, что оно предстоимо является в форму, 1 в квадрате плюс 1 в квадрате. А вот препятствие именно потому, что 1 плюс 1, да? А троих не хватит. Потому что 1-1 это всего лишь 2. Ребята, это очень простое, но важное утверждение. Оно задает вам бесконечную последовательность чисел, ни одно из которых непредставимо. Пожалуйста, установите беседу. Вы пытаетесь объяснить ему, в результате он не слушает ни меня, ни вам. Для этого есть видеозавязь. Понятно, что сейчас ничего не поймете. Ребята, кстати, то, что кто-то из вас ничего не поймет, это не страшно. Страшно, если вы после месяца или двух так и не разберетесь. Можно нормально во время математической лекции понять часть материала или понять остальное. И совсем плохо, если вы после этого не делаете усилий разобраться до конца. Вообще, нужно запомнить себе на всю жизнь простую вещь. Никто и никогда не учился математике, слушая лекции. Научиться можно только, читая книги и решая задачи. Потому что любая лекция – это, извините, что-то от шоу-бизнеса. Потому что во время любой лекции решают меньше задач, чем на самом деле нужно. Настоящая учеба, она происходит все-таки в основном дома, когда вы спокойны, в упражнении за упражнением, а еще лучше книжку за книжкой. В одной книжке так написано, в другой так, в третий так. Прочитали все три, ни в одной из них не поняли, а в четвертой, наконец, не поняли. Все, выучили. Господа, не надо стесняться того, чтобы что-то не было. Страшно, когда вы не пытаетесь потом разобраться. То, что там какую-то задачу вы не решили, это все абсолютно нормально. Человек не обязан сходу все делать. И разумеется, сейчас кто-то из вас уже будет там потерять мит. Я поэтому еще раз обращаюсь. Что нас сейчас происходит? Мы нашли бесконечно много чисел, ни одно из которых не является суммой квадрата. Так? Так. Это отрицательный речь. Мы узнали, что очень-очень-очень много чисел непредставимы. Верхерман доказал теорему, что на самом деле все другие числа простыли. Представимы в виде суммы квадрата. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...